Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать вам очень хороший бой на ПТ-САУ 10 уровня, 114 СП-2. В общем, сражение замечательное, надеюсь, оно вам понравится. Ну и также ПТ-САУ новое, я думаю, многим интересно, на что оно способно все-таки. И в этом видео я хотел бы поговорить о том, почему повезло игрокам, у которых прокачаны китайские танки. И также, почему стоит прокачивать китайские танки, если вдруг вы этого еще не сделали. И также, друзья, вот итог розыгрыша. В прошлом видео я разыгрывал золото, вот, соответственно, победитель. Ему пришла уже голда, он ее должен принять в подарок, когда, друзья, принимайте в подарках свою голду, потому что некоторые не принимают, и она возвращается ко мне на аккаунт, мне она не особо нужна сейчас, в данный момент. Так что, ну, не совершайте такую ошибку. Также переходите на мой телеграм-канал, там полно розыгрышей. Вот сейчас я, соответственно, просто выкладываю там время от времени бонус-кода с голдой, и просто любой встречный может на ходаву себе получить золото. Кроме того, крайне рекомендую сайт Водхаб. Сейчас там проходит очень хороший ивент, и вы можете этим воспользоваться. Нужно всего лишь поиграть на сайте, хотя бы разок там открыть кейс стоимостью 59 рублей, и вы уже участвуете в ивенте. Поверьте, лучше иметь хоть какие-то шансы выиграть там, потому что я видел сам лично, как люди выигрывали. Соответственно, призы имеют всего один билет. Также на данном сайте полно розыгрышей. В разделе бонусов вы можете урвать халяву. Ссылка на сайт находится в описании, там же вы можете найти мой промокод, который даст вам дополнительный бонус на данном сайте. В общем, сайт замечательный, еще и дизайн обновили. Теперь все выглядит максимально красиво. Итак, друзья, почему же повезло игрокам, которые все-таки прокачали в свое время китайские танки? Дело в том, что из-за ситуации, которая сложилась в мире, сейчас Wargaming будет работать именно на китайскую аудиторию. Ну, это, конечно, мое мнение, но вы можете что угодно говорить, скажете, что бред это все, зачем китайские игроки, если есть российские, украинские, белорусские игроки, которых полно и они до сих пор играют World of Tanks, хоть и ругают эту игру, но все равно, так скажем, вкладывают в нее деньги и время, так скажем, кушают кактус, плются, но все равно играют дальше. Но, в общем-то, вы можете сами все видеть, то есть не нужно прям слушать мои слова, просто вы можете открыть глаза и увидеть то, что Wargaming апает китайские танки уже как полтора года, то есть он практически каждый патч там вводит какие-то изменения по китайским танкам, апы, их вот ввел недавно вот эту китайскую патасау весьма неплохую, и то ее там подтягивал как только мог, хоть и патасау получилось своеобразной и не очень, скажем так, универсальной, мягко сказать, но все-таки это еще один как бы довод того, что китайские танки, они, соответственно, развиваются очень быстро, и Wargaming теперь будет с удвоенной силой апы китайскую технику, если они хоть найдут хотя бы один какой-то слабый китайский танк, уж поверьте, его апнут. Поэтому и повезло тем игрокам, которые в свое время удосужились послушать меня, если были подписаны на мой канал, потому что я еще год назад говорил о том, что нужно китайские танки прокачивать, и, соответственно, у них сейчас весьма неплохие танки китайские 10 уровня, конечно, они не входят пока что в топ самых эффективных танков игры, но тем не менее. Так что, друзья, ждем все-таки того, что появятся новые имбовые ветки китайских танков, а значит, если вы прокачали уже сейчас ветки, вам будет гораздо проще прокачивать новые ветки, которые обязательно выйдут. В этом я даже не сомневаюсь, потому что Wargaming, он прям тщательно, соответственно, пытается продвинуться на китайском регионе, так как прибыль у него в СНГ упала, но это видно по всем фронтам и курс, соответственно, там рубля, там гривна и так далее упали, и, соответственно, Wargaming старается сейчас максимальные акции вводить на китайском регионе. Я сам чекаю, соответственно, на какие акции там вводятся, и уж поверьте, они весьма выгодные. Ну и что же делать сейчас? А если вы еще не начали прокачивать китайскую технику, я бы советовал вам с ней ознакомиться и начать ее прокачку. Конечно, вы можете не послушать меня, но учтите, что когда выйдут китайские имбочки, те, кто успеет их как бы первым получить к себе в ангар, те будут первое время на этих имбочках, соответственно, очень нехило нагибать рандом, как это часто бывает. Только сейчас, соответственно, акцент Wargaming именно будет перенаправлен на китайскую технику, чтобы угодить китайским игрокам, чтобы они чаще, соответственно, донатили и играли в World of Tanks. Эх, Черчилль третий. Да, много на нем было побед и поражений. С этим Дикер Максом мы фармили кредиты на первую восьмерку. Ладно, хоть потом я узнал про сайт Водхаб. Ведь там большой ассортимент кейсов с танками и голдой, мгновенная отправка призов, промокоды и постоянные бесплатные раздачи. Более трехсот тысяч пользователей. Ты сможешь прокачать свой ангар так же, как и я. Ссылка в описании. Почему еще хорошо то, что игроки, соответственно, позаботились о прокачке китайской техники заранее? Ну, и здесь сейчас оперативно начали это делать. Ну, и дело в том, что экипаж имеет очень высокое такое значение в нашей игре. Так что, конечно же, у кого будет хороший экипаж к выходу новых китайских имб. А я не сомневаюсь, что будут, опять-таки, повторюсь, всякие имбы за марафон китайские. Также новые ветки китайских танков, включая новые китайские девятки премиумные. Они сейчас уже готовятся и, конечно же, выйдут в игру. Ну, и, соответственно, если у вас будет хороший экипаж китайский, то вы будете в ажуре, скажем так. Также стоит все-таки позаботиться о ресурсах для новых китайских имбочек, а именно все-таки накопить серебра побольше, ну, хотя бы миллионов десять, чтобы, если что, оперативно купить новые танки. Также вы можете позаботиться еще о том, чтобы накопить боны, например, если вдруг появятся какие-то имбы за боны китайские. Ну, не только китайские, но сегодня речь именно о них, именно о китайцах идет. Также вы можете, ко всему прочему, накопить другие ресурсы, которые в нашей игре имеются, именно свободный опыт. Опять-таки, свободный опыт уже был использован в артгейминге, то есть за него можно было купить танк, при этом весьма неплохой. Поэтому, ну, очень высокая вероятность, что будут новые китайские имбовые танки. И не только, там, за голду, за серебро, но и за свободный опыт. Ну, и ко всему прочему, если вы вот сейчас играете на китайских танках, то вы наверняка, так скажем, приноровитесь, потому что они весьма своеобразные, у них там не у всех до сих пор хороший УВН, хотя, конечно, этот параметр неплохо так подапали, по сравнению с тем, что было там давным-давно, когда там вообще орудие не опускалось ни на миллиметр, и вы просто подъезжали к противнику, и у вас орудие смотрело там где-то в небеса. Ну, вот сейчас такого нету практически, да, там УВН не самый лучший параметр, но тем не менее. Приноровиться все-таки стоит, там, поиграть немножечко, и поднабраться опыта именно игры на китайских танках, потому что все-таки они весьма своеобразные. Что еще стоит отметить? Конечно же, стоит участвовать в разнообразных ивентах на глобальной карте, или просто каких-то ивентах. Например, вот эту китайскую ПТ-САУ можно было получить в ранговых боях, также, я думаю, и другие всякие китайские новые танки, возможно, можно будет получить в ивентах или на глобальной карте, поэтому, ну, опять-таки, стоит смотреть за всем этим, наблюдать и пропускать какие-либо новые события, марафоны, ивенты, ранговые бои, ну, или какие-то еще другие новые все-таки события, которые мы еще не знаем, там, может быть, какие-то совершенно новые режимы игры. Также, конечно, стоит обзавестись хорошим кланом, ну, немаловажно это, потому что многие хорошие танки у нас появляются в кланах, и если вы заинтересованы максимально в том, чтобы получить самые передовые танки World of Tanks, то, конечно, вступление в какой-то хороший клан, я не говорю, в какой-то любой клан, не нужно в любой клан вступать, если вы хотите именно получать хороший танк, то вы должны, конечно же, и хороший клан себе тоже найти, потому что только так можно добиться успеха. Такие вот дела, друзья, ну, это мое все мнение, конечно же, но смотрите сами, разработчики, прям, ну, видно, что он сейчас вот даже уже апует китайскую технику, но сейчас конкретно не апует, но именно потому, что Wargaming заявлял до этого, что они будут, соответственно, китайской техникой заниматься. Я думаю, апать еще будут, так что можно уже сейчас начать прокачивать китайскую технику. На этом все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok